здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин со мной в студии адвокат михаил фринанс здравствуйте михаил здрасте вообще-то я моешь но это сойдет ну учитывая что мы говорим все на русском языке и большинство или многие во всяком случае из россии мы будем традиционными хорошо хорошо иногда я буду переходить на михаил на мойше нет проблем то и так и так и так у нас сегодня в гостях адвокат потому что мы будем изучать практически судебное дело игру практически потому что вот-вот должно состояться оглашение приговора в отношении бывшего израильского министра ганена сегева который обвиняется ни много ни мало в шпионаже и помощи врагу честно говоря на моей памяти я живу гораздо меньше в израиле чем вы но все-таки уже почти 30 лет на моей памяти не было такого чтобы столь высокопоставленный чиновник пусть и бывший министр израильского правительства обвинялся в шпионаже и помощи врагу у вас было такое в вашей практике мои практики полицейские либо адвокатской адвокатской полицейской вообще на вашей истории моя история всего лишь 45 лет пребывания на все до в израиле я не помню чтобы кто-то из министров правительства бывших министров предстали перед перед судом в отношении шпионажа я могу согласиться в отношении тех или иных экономических проблем которые бывают это было это есть и даже может быть и будет но помощь врагу передача каких-то данных ирану нашему злейшему врагу которому мы вообще не искали ничего который объявил нас что нас нужно уничтожить трудно передать находился он много лет после того как он да кстати надо сказать он отсидел после он был министром ему пришлось отсидеть немножечко в тюрьме за контрабанду наркотиков наркотиков до учитывая многие вещи которые говорил адвокат о том какой он хороший и умный и много сделал для страны он все-таки получил пару лет внутри я перевел с и потом вдруг исчез из поля зрения газет радио телевидения его нету а он себе приехал в нигерию насколько я не знаю женился ли он там или женился да и жил там с молодой женщиной открыл клинику и зарабатывал неплохие деньги белый человек сидит нигерии очень хорошо что ему не хватало что ему хотелось трудно знать я скорее всего я уверен что следователи госбезопасности наши все выяснили в этом нет сомнения но вот пожалуйста сегодня когда было подано обвинительное заключение против него его адвокаты договорились и пошли подписывать сделку до с прокуратуры с генеральной прокуратуры израиля а сделка она всегда удобно двум сторонам всегда на то на и сделка на то на и сделка правильно и прокуратура довольно не надо будет выставлять свидетелей так далее приводить многие вещи получать и право на на ограничение доступа к тем или иным сведениям ничего не надо он просто подписал договор его адвокаты подписали потом он подписал он сегев подписал договор о том что он взамен признание своей вины признание своей вины он получить 11 лет тюрьмы мужик вам вопрос сделки судя потому что он опубликованы ее условия говорится о том что сегев признает себя виновным прокуратура с этим соглашается что он признает себя виновным шпионажи и передачи информации врагу да при этом отмечается это широко комментируется юристами политологами о том что из обвинительного заключения был изъят пункт который называется оказание помощи врагу военный период да известно что он оказывал инфа помощь ирану он был им завербован иранцы иран считается нашим врагом правильно и мы находимся практически в состоянии войны то есть военный период все нормально на ваш взгляд почему этот пункт был изъят потому что его было трудно закат доказать или по каким-то другим причинам как правило прокуратура идет на на исключение определенного пункта из договора когда когда из обвинительного заключения и подписан об этом договор когда не только и у нее нет почти нужных так и доказательств а когда с точки зрения безопасности ей выгодно вычеркнуть это когда он признается в сообщении и дачи информации нашему врагу военное время а мы все время военное время вместо того чтобы обвинить его вот в этом в этом пункте и не трогая никаких секретных данных которые есть руках прокуратуры и госбезопасности адвокат мог потребовать тогда его адвокат мог в этом случае потребовать оглашение этих данных до вызвать свидетелей тогда его право потому что он говорит вы меня обвиняете в этом я хочу а это сильно это усилило бы наказание если бы этот пункт был усилило бы конечно значительно да я мы адвокаты между между собой строили и говорили что скорее всего он возьмет 18 лет даже так да по закону взял на себя один след он понял что 18 лет уже немножко трудновато потому что то что носить закон за хорошее поведение одну треть снимают одна треть это много лет в данном случае и мы вот ему и не понадобилось идя одну треть а скажите пожалуйста на эти статьи по шпионажу до измена родине и так далее ну измена родины у нас нет такой нет естественно это в той стране было да да по таким статьям тоже есть что можно снизить наказание за хорошее поведение да нет такого исключения что по таким тяжелым статьям по всем должны отсидеть что называется от звонка до звонка нет по всем статьям ты можешь обратиться и когда тебя остается определенная треть до окончания срока и просить перевести эту треть на условно досрочное освобождение еще один к вам вопрос пожалуйста во время следствия которое широко освещалось в израильской прессе правда без подробности потому что на многие под стороны дела был наложен цензурный запрет про со стороны суда так вот сегев утверждал и так утверждали его адвокаты что на самом деле он был двойным агентом и работал по заданию израильских спецслужб потом вдруг эта тема исчезла и закрылась как будто ее не было и многие стали гадать действительно ли он был двойным агентом ему с ним договорились что он получит меньше сроки не будет больше что называется педалировать эту тему или это глупость на ваш взгляд что там произошло или здесь не надо искать каких-то конспирологических версий не мы помним оба что с утра до вечера мы слышали по радио по телевидению в газетах вот эти утверждения вдруг это сошло скорее всего органы безопасности сказали его защитникам и ему слушайте ребята ведите себя хорошо и ведите себя хорошо означает что этого не было или возможно и было может быть и было но оно могло быть в таком виде в котором это не считается что он является агентом израильским и так далее нет и поэтому это сошло никому тоже сегодня не надо ему нужно только скорее подписать чтобы и суд принял израильский суд второй инстанции принял соглашение которое он подписал с прокуратуры у генды скажите пожалуйста последнее время было несколько случаев когда суд не принимал уже утвержденную сделку да а в некоторых случаях назначал наказание выше чем было в сделке до насколько такая практика на по вашему опыту распространена это редкость или редкость это редкость это редкость что вы это влияет и может ли такое произойти в данном случае на ваш в данном случае нет данном случае нет потому что судья он не простой судья он скорее всего был выбран двумя двумя сторонами очень надежный умный суд который умеет отвечать за все вопросы на все вопросы которые ставятся и понятно одно даже в том случае который вы сказали было подано в верховный суд и верховный суд сказал подписали сделку все надо ее выполнять надо ее принимать и выполнять потому что это сократило бы намного это сократило намного ведение суда все так сказал верховный суд и так она будет продолжаться на века вечные то есть это не закон но все-таки это закон судья обязан выполнять условия сделки или не обязан он не обязан если сделка выходит за все рамки нормальной сделки который говорит и по сравнению с обвинительным заключением которое предъявлено оно имеет сильнее сильнейшее противоречие между тем что он тем что указано в обвинительном заключении и тем что есть договоре судья имеет право сказать не ребята тут что-то тут на мой взгляд все сделано очень хорошо снято одно самое главное обвинение самое тяжелое это самое тяжелое говорили конечно и срок который говорит 11 лет это очень высокий срок очень большой срок из тех 18 лет которые было в статье все то есть вы как адвокат остались бы довольны такой сделкой и себя его представлял естественно да конечно потому что я видел четко и ясно проверив все документы все что там есть проверить надо сначала но видимо его адвокаты проект проверили и решили лучше 11 чем 18 11 точно в любом случае лучше 18 хотя еще раз повторю в социальных сетях где бурно обсуждалось это соглашение многие сетовали на то что вот этот тяжелый пункт исчез из обвинительного заключения до исчез из сделки и что он к по мнению тех кто участвовал обсуждение недостаточно строго будет наказан за свою измену 11 лет это не строго это очень строго 11 лет тюрьмы надо выдержать и отсидеть и один да тем более чем он уже не не молодой нет да совсем может большое спасибо за ваши комментарии всего вам доброго я напомню что со мной в студии был адвокат маша фридман всего вам доброго до свидания